Если спросить у жителей Подмосковья или Москвы, какие ассоциации у них вызывает город Истра, то самым частым ответом будет Новый Иерусалимский монастырь, река, ну и, возможно, музей Новый Иерусалим. Да, туризм — это не пустое слово для Истры. Часто сюда приезжают люди, чтобы посетить места притяжения. Приезжают они сюда на своем транспорте, приезжают они сюда на общественном транспорте. Так вот, люди, приезжающие сюда своим ходом на общественном транспорте, идут пешком до Новый Иерусалимского монастыря от станции Новый Иерусалимской. И мы сейчас как раз находимся на начале пути, на тропе паломника. Мы пройдем от этой точки до музея Новый Иерусалим и проверим, в каком состоянии сейчас зимой находится этот путь. Мы прошли первую часть. Она у нас велопешеходная, разделена на две части — асфальтную и плиточную. Асфальт в некоторых местах был потрескан, плитка в целом в хорошем состоянии. Немножко грязноват из-за того, что песок посыпан на поверхность дороги, но есть от этого, конечно же, и плюс — не скользко. На этом участке есть также небольшой склон, достаточно опасный в гололед, но мы тоже совершенно спокойно прошли, не подскальзывались, было достаточно безопасно. Грязно, но оправдано. Скамейки чистые, мусорки убирают. Единственное, что столбы фонарные уже облезли и достаточно сильно проржавели. На мост есть два входа. Один — лестница, второй — пандус. Лестница, конечно, в таком достаточно удручающем состоянии, не туристического вида. А пандус с достаточно большим слоем льда. Но из-за того, что сам пандус реализован с помощью таких деревянных дощечек, вряд ли здесь вообще можно технологически выбивать лед до основания. Тогда можно испортить само основание. Поэтому он посыпан достаточно обильно песком, в принципе, не скользко. Ну вот этот забор, конечно, никак не вписывается в живописный контекст этого места. Мост не вызвал у нас никаких вопросов. По нему можно совершенно спокойно ходить и не подскальзываться, конечно. Есть вопросы к внешнему виду этого моста, но это уже другой вопрос. Последняя часть тропы Паломника с велопешеходной дорожкой, в принципе, выглядит примерно так же, как и первая его часть. Брязновато, но при этом не скользко. Ну и вот первые значимые проблемы появляются на нашем пути. Это лестница после тропы Паломника. Она совсем не очищена, немножко посыпана песком, но подниматься неудобно. Просто как будто забираешься на сугроб. Ну, конечно, сложно догадаться, что это вообще лестница. Единственная отличительная черта – это вот, наверное, поручень. Только по поручню мы можем догадаться, что это лестница. Ну, подниматься, конечно, очень сложно. Ну и сама тропинка возле забора вообще не очищена. Песка здесь совсем мало, и, скорее всего, этот песок, который мы сейчас видим, это подошв людей, которые здесь ходят. Здесь ничего не сыпали. У меня специальные такие кроссовки без протектора на подошве, которые скользят на любой поверхности. И здесь скольжение ощущается очень сильно. И идти неудобно. Ну, а здесь мы выходим с альтернативной тропинки на главную, которая уже очищена, посыпана снегом, и здесь ходить удобно. Поэтому, если вы вдруг будете проходить на этом месте, не поднимайтесь по лестнице и не идите вдоль забора, там скользко и опасно. Лучше сверните и поднимитесь на парковку треугольную, где выставлены палатки. Здесь почищены, и ходить можно спокойно. Пошли дальше. Велосипедно-пешеходный маршрут закончился на входе в Гефсиманский сад и продолжился просто пешеходным проходом. Его состояние примерно такое же, как и велопешеходное. Посыпано песком, не скользко, но грязно. Проход к главному въезду, где шлагбаум, очищен здесь уже совсем плохо. Мы видим, он осыпан реагентами, но видно, что здесь большой слой корки и льда. На пути к музею от Новоросолимского монастыря мы видим вот такой участок. Здесь то ли попытались почистить дорогу, то ли она от реагентов таким образом выглядит, как каша. Но, в принципе, не скользко. Немножко ноги западают, конечно, в этой каше. Но идти можно. История любви. Ну и вот мы уже подходим к музею Новоросолим, к финальной точке нашего маршрута. Что можно сказать про весь путь? С точки зрения функциональной, нас он вопросов сильно не вызвал. Ходить можно практически везде, все посыпано песком. И, в принципе, не скользим. Другой момент. Мы с начала нашего сюжета рассказывали про туристический маршрут, про туризм, про привлекательность, про внешний вид. И к внешнему виду, конечно же, есть вопросы. Их немало. В целом, вся инфраструктура морально подустала. Это можно увидеть по стендам, которые разрушены. Это можно сказать по мусоркам, рядом с которыми разбросан мусор. А это можно сказать по указателям, которые некоторые погнутые на некоторых нанесли теги, маркерами и так далее. Можно, конечно, говорить про вандализм. Но тропа Паломника – это один из тех маршрутов, на котором сконцентрировано огромное количество камер видеонаблюдения. Помогают ли они на самом деле? Вопрос риторический. Ну, таким получился наш небольшой обзор. Что тут можно еще сказать? Побольше гуляйте, поменьше мусорьте, любите свой город. Максим Рыков, Иван Масалев и Стрейров.